В декабре губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обещал, что парк у Свято-Георгиевского монастыря будет сдан в срок к концу года. Но горожан, решивших полюбоваться красотами фиолента на январские праздники, ожидал неприятный сюрприз. Территория все еще была закрыта. Рабочие не успели достроить забор и замостить дорожки. Парк распахнул свои ворота через месяц. Первым его посетителем стал губернатор Дмитрий Овсянников. После завершения работ этот участок вновь будет передан Симферопольской и Крымской епархии. Представители духовенства уже высказали пожелание главе города – воздвигнуть храм на месте закладного камня на верхней террасе. Это начинание, которое сегодня сейчас обсуждалось, рассмотрим и, наверное, предложим поучаствовать и меценатам, и предпринимателям. Я сам лично тоже хотел бы в этом поучаствовать. Губернатор пообещал дополнительно озеленить территорию. Тем не менее, парку Свято-Георгиевского монастыря официально открыли 1 февраля. Паломники с пляжниками летом пересекаться не будут. Строители выложили две тропинки. Одна к монастырю, другая вниз к Яшмовому пляжу. Огрожане могут увидеть новое благоустроенное пространство. Работы завершены. Парк у монастыря Свято-Георгия открывает свои двери. Если будут дополнительные пожелания, мы открыты для этих предложений, мы, конечно, будем делать дополнительный объем работы. Сейчас все сделано. И, конечно, мы надеемся, что это доставит огромное удовольствие нахождения здесь и гостям города, жителям города. Подрядчиком выступила компания «Ривьера». Стоимость контракта – 227 миллионов рублей. Компания провела большой объем подземных работ. Водовод, электросети, очистные, система полива. Строители обещают, что к лету вся территория покроется зеленью. Дорожки выложены плиткой и гранитом, теневые навесы, смотровые площадки, входная группа и павильон, где можно будет укрыться от непогоды, обещают создатели парка. Горжусь всем объектом, потому что он получился уникальным. Это, наверное, лучший парк в Севастополе. По красоте и природа сделала свое дело, и мы сделали вклад. Видовые площадки, ограждения – всем можно гордиться. Действительно, это получился достойный парк, достойного города. На территории оборудована стоянка на 55 мест, в том числе для маломобильных групп граждан. Конечно, все желающие посетить парк в выходные, особенно летом, здесь не смогут оставить свои машины. При этом губернатора возмутило состояние дороги. Съезд с Фиолентовского шоссе до сих пор гравийный. Я сам ехал, был немного возмущен, потому что неоднократно говорилось о том, что нужно спроектировать этот короткий участок. Построить он сделан всего лишь в исполнении насыпного щебня, грунта. То есть он плотнен, фактически. Я считаю, должна быть асфальтовая дорога, к лету мы ее сделаем. Как бы нам это не сложно было, департаменту транспорта, я думаю, Титов справится. Подрядчик же парка, компания «Ривьера», теперь может сосредоточить все свои силы на парке «Победы». Перед рабочими стоит задача – завершить реконструкцию к 9 мая. Губернатор Дмитрий Овсяников пообещал на следующей неделе приехать туда и оценить, как миллиардная стройка продвинулась за первый месяц года.